Всем привет, меня зовут Игорь Исаченко, это сайт Исаченко Биз. Сегодня мы поговорим о такой теме, как рендеринг изображения по пассам и обработка изображения в After Effects после рендеринга для добавления к уже отрендеренному изображению эффекта глубины резкости. Вообще эффект глубины резкости DOF можно добавить двумя путями. Первый, как я уже рассказывал в одном из уроков с помощью настроек физического рендера в самом Cinema 4D, мы выставляем физический рендер, в рендере выставляем галочку Depth of Field и работая с настройками камеры, сразу при рендеринге мы получаем эффект глубины резкости. Но в этом случае единственный большой минус в том, что для получения правдоподобного эффекта и фотореалистичного эффекта глубины резкости нам требуется, во-первых, довольно долго колбаситься с настройками, чтобы выиграть какое-то время и в то же время получить достаточное качество. Чтобы при качественной картинке рендеринг не проходил недели. Способ с использованием After Effects немного быстрее и в то же время картинка абсолютно ничего не теряет в качестве. С помощью чего это достигается и как это делается. Дело в том, что когда мы рендерим, считаем изображение, вместе с ним мы считаем также и специальную маску глубины, Z-маску, которую потом применяем в After Effects к основному слою с нашим изображением. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим работу как со специальным плагином, который называется LensCare и предназначен именно для таких целей, так и посмотрим, как сделать эффект DOF стандартными средствами After Effects. Поэтому давайте, собственно, начнем с практики. Для начала давайте создадим самую простую сцену. Добавим в нашу сцену пол, добавим в нашу сцену какой-то подграунд и назначим им самые простейшие материалы. Создадим их двойным кликом по области материалов в Cinema 4D. После чего вновь созданный материал мы сразу же отредактируем, не будем трогать его цвет. Выставим только канал Reflection, включим его и настройку этого канала поставим где-то на 50%. То есть пол у нас будет иметь такой легкий отражающий оттенок. После этого давайте добавим в нашу сцену сферу. Давайте ее только немножко уменьшим. Сдадим ей радиус 50 сантиметров. И эту сцену мы добавим в объект Cloner. После чего настроим объект Cloner соответствующим образом. В режиме Mode выберем Grid Array, чтобы наши сферы располагались так, как нам нужно. В количестве по оси Y выберем 1, а в количестве по осям X и Z выберем по 8, после чего увеличим расстояние между нашими сферами примерно до 720 сантиметров. Опять же, по осям X и по осям Z. В итоге мы получим вот такую вот картинку. Давайте опустим наши сферы на наш флор. И если мы сейчас нажмем на Render, увидим, что у нас получилось вот примерно что-то такое. Давайте сразу настроим разрешение нашего изображения для рендеринга. Для этого мы переходим в Render, Render Settings и в меню Output. Выставляем разрешение HD 1280 на 720 пикселей. Смотрим, чтобы в области Renderer в качестве самого рендера у нас стоял стандарт. Физический рендер нам, в принципе, в этом уроке не нужен. Теперь давайте создадим еще несколько материалов, которые назначим нашим сферам. Для этого давайте создадим материал, допустим, красного цвета. Тоже сделаем его немного отражающим. Перейдем во вкладку Reflection. А, прошу прощения, я сейчас как раз находился во вкладке Reflection. Здесь мы вернемся в белый оттенок. Перейдем во вкладку Color. Сделаем материал красным. И теперь перейдем во вкладку Reflection и сделаем его слегка отражающим. Ну, допустим, выставим значение Brightness где-то на 35%. Получим вот такой вот материал. Теперь мы его скопируем. И второй материал мы сделаем синим. Скопируем еще раз. И третий материал мы сделаем, допустим, желтым. Вот у нас три материала, которые мы назначим на нашу, на нашу сферу. Применяем к нашей сфере красный материал. Копируем ее. Следим, чтобы она оставалась в группе Cloner. Назначаем на нее следующий материал. Еще раз копируем. И назначаем следующий материал. Вот такую картинку мы получили. Теперь давайте немножко настроим положение нашей камеры. Давайте добавим, собственно, в сцену камеру. Нажмем на значок Camera Object. То есть зафиксируем ее положение. И добавим к камере Tag Protection. Для этого кликнем по камере правой кнопкой мыши. Выберем Cinema 4D Tags. И выбираем Tag Protection. Теперь при использовании данной камеры мы не можем ее сдвинуть, повернуть. Либо как-то иначе нарушить ее положение. И последнее, что нам осталось сделать, это добавить в сцену какие-то самые простейшие источники освещения. Отключаем пока временно нашу камеру. Переходим в свободный вид. Добавляем один источник освещения. Поднимаем его над нашей сценой. В настройках Shadow выставляем Shadow Maps Soft, чтобы от наших сфер были видны тени. И копируем этот источник освещения по нашей оси X примерно вот на такое расстояние. Вот что мы получаем. Давайте теперь нажмем на Render. И посмотрим, что у нас получилось. По-моему, все замечательно. Наши сферы лежат на каком-то глянцевом объекте. Они разноцветные, они отражают друг друга. Точно так же они отражаются в полу. Все, что нам теперь осталось, это настроить нашу камеру для того, чтобы начать работу с глубиной резкости. Поэтому давайте перейдем в настройки камеры. Кликнем по ней и выберем в настройках камеры вкладку Details. Хотя давайте сначала посмотрим, на чем именно фокусируется наша камера. Если мы сейчас посмотрим на эти несколько точек, то мы увидим, что вот эта центральная оранжевая точка, это точка фокусировки нашей камеры. И в данный момент она настроена практически на бесконечность. То есть точка фокусировки находится далеко за нашей сценой. Соответственно, все объекты, которые мы видим в сцене, будут находиться в резкости. Нам это не нужно, поэтому мы берем точку фокусировки мышью и смещаем ее где-то в начало нашей сцены. И мы устанавливаем ее где-то на третий-четвертый ряд наших сфер. То есть наша камера будет фокусироваться именно на этом ряду. Если бы у нас в сцене была не одна сфера, а какие-то разные объекты, был бы еще один способ указать камере точку фокусировки. Это открыть в ее настройках вкладку Object и в поле Focus Object просто перетянуть необходимый для фокусировки объект. Но поскольку фактически наша сцена состоит только из одной сферы, фокусировку камеры мы настраиваем вручную. Теперь переходим во вкладку Details настроек нашей камеры. И в нижней части этой вкладки мы видим две настройки. DoveMapFrontBlur и DoveMapRareBlur. За что они отвечают? FrontBlur отвечает за размытие перед точкой фокусировки камеры. То есть за размытие переднего плана. В том случае, если у вас есть группа каких-то объектов, либо непосредственно перед камерой находится какой-то объект, при фокусировке на более дальнем объекте он, естественно, будет выглядеть размытым. И, включив эту настройку, вы можете указать камере, какое расстояние от переднего объекта до объекта фокусировки она будет размывать. Если мы включим настройку DoveMapRareBlur, она нам сейчас понадобится, то укажем камере обратное расстояние, то есть расстояние от объекта фокусировки до последнего объекта на заднем плане, в течение которого будет осуществляться плавный переход в размытие. То есть насколько плавно и до какого объекта камера будет размывать задний план. Как вы видите, если мы включаем эту настройку, у нас во Viewport в области нашей камеры появляется еще одна точка фокусировки. Это и есть точка фокусировки нашего заднего плана. Давайте вручную переместим ее где-то на середину нашей сцены, где-то в эту область. То есть все, что мы будем видеть после этой точки, будет находиться вне фокуса. И теперь, собственно, включим вид из нашей камеры. После этого мы перейдем в настройки рендеринга, выберем рендер, где-то рендер сеттингс. Для большей красоты можем включить в эффектах Global Illumination, хотя, собственно, на конечный результат в данном уроке эта настройка никак не влияет, но тем не менее. Все настройки здесь я пока выставлю на более низкие для скорости просчета. И, собственно, самая главная настройка, которая нам необходима, это настройка Multipass. За что она отвечает? Она как раз-таки отвечает за вывод изображения по пассам, то есть по частям. Если мы включим эту настройку, щелкнем кнопочку Multipass и в Multipass добавим слой Depth, выберем его в самом низу списка, то программа вместе с обычным рендером, с обычным изображением, просчитает нам еще и маску глубины, которая нам будет необходима в After Effects. После этого мы переходим во вкладку Output, проверяем, чтобы здесь все значения были заданы те, которые нам необходимы, и переходим во вкладку Save. Обратите внимание, что после того, как вы включили вывод Multipass и добавили глубину, у вас появилась еще одна строка для сохранения мультипассовых изображений, для задания пути для сохранения масок. Давайте теперь зададим пути для сохранения наших файлов. У меня они будут сохраняться в папке с уроком. Основной файл назовем, например, DOV-C, выберем формат JPEG для быстроты обработки, и изображение Multipass сохраняем в эту же папку, называем его, например, DOV-SYN-DEPTH, и для него точно так же выбираем формат JPEG с самым высоким качеством. Также снимаем галочку Include Sound, потому что никакой звук нам тут, собственно, не нужен. Когда вы выгоняете изображение с Multipass, следите, чтобы оригинальный рендер и рендер пассов имели очень желательно одинаковый формат и одинаковое качество, поскольку в дальнейшем это позволит вам избежать проблем при складывании этих изображений и при постобработке. Собственно, все, все настройки мы закончили. Можем на всякий случай сохранить нашу сцену. И нажимаем кнопку Render to Picture Viewer и смотрим, что у нас получилось. Наше изображение посчиталось. И если вдруг у вас сбоку в Picture Viewer открыта вкладка History, вы можете открыть вкладку Layer, где увидите несколько слоев. Это Image, Single Path и Multipass. И если вы перейдете в Single Path и переключитесь в слой Depth, вы увидите, что из себя, собственно, представляет маска глубины. Это та же самая картинка, только в черно-белом варианте, в градиенте от черного к белому, где по умолчанию черные цвета обозначают зону резкости, а белые цвета, соответственно, означают зону полной расфокусировки камеры. Все, мы получили наше изображение. Пока синема нам больше не нужна, и мы можем переходить в After Effects. Выделяем наши два изображения, оригинальную сцену и нашу маску глубины, после чего просто перетягиваем их в After Effects, переходим во вкладочку Project и видим, что они у нас импортировались. Для того, чтобы быстро создать композицию, необходимую по размеру, мы берем нашу картинку с основной сценой и перетягиваем ее на кнопку создания композиции. После чего отпускаем. Мы сразу видим, что у нас автоматически создалась композиция и наше изображение добавилось сюда. После этого берем картинку с нашей маской и добавляем ее нижним слоем под оригинальное изображение. Теперь выделяем наше Dove Scene, оригинальное цветное изображение, и вначале мы применим к нему стандартный фильтр из набора After Effects CS6. Переходим в список эффектов, находим в списке эффектов группу Blur & Sharpen и выбираем Camera Lens Blur. В данный момент мы видим, что наше изображение стало размытым. Из-за чего это происходит? Из-за того, что мы не указали, какую именно маску нужно использовать нашему фильтру. В списке настроек фильтра в группе Blur Map у нас есть список слоев, где мы можем указать, на каком именно слое находится маска нашего размытия. Указываем Dove Scene Depth и видим, что теперь, собственно, мы получили довольно реалистичную глубину резкости, то есть передние объекты у нас выглядят четко и сфокусировано, и чем более вдаль уходит наша сцена, тем более она размыта. В группе Blur Radius мы можем добавить размытие и видим, собственно, как размываются наши объекты. Для того, чтобы избежать появления вот таких вот белых рамок по краю изображения, необходимо просто включить настройку Edge Behavior, Repeat Edge Pixels, повторять пиксели по границам изображения. После чего мы, собственно, видим наше размытие. Если мы поставим галочку Invert Blur Map, то, соответственно, задний план у нас будет резкий, а передний план будет расфокусированный, то есть наша карта как бы переворачивается. Черные цвета обозначают расфокусировку, а белые наоборот. Теперь давайте посмотрим, как работает плагин Landscare. Удаляем нашу настройку Camera Lens Blur. Работаем мы с точно тем же слоем Dove Sim, то есть маска глубины нам нужна только для того, чтобы указать нашим фильтрам, по какой маске размывать изображение. Итак, давайте заходим еще раз в эффекты и добавляем, переходим в список Fridge Loft и добавляем эффект FL Depth of Field. Ссылочку на этот плагин вы можете найти в описании под видео, вы можете перейти на веб-сайт и скачать демоверсию плагина, поработать с ним, то есть посмотреть, что он из себя представляет. Настройки в принципе очень похожи, только что здесь они разбиты на более большое количество групп. Точно так же в группе Depth Layer мы выбираем Dove Sim Depth и увеличиваем радиус нашего размытия, поскольку по умолчанию он выставлен в ноль. Увеличиваем радиус размытия и видим, что плагин размывает нам не заднюю часть изображения, а переднюю часть изображения. Это происходит из-за того, что в этом плагине по умолчанию необходимо инвертировать изображение. То есть в группе Depth Buffer необходимо выставлять галочку верт. Как вы видите, все выглядит красиво, все выглядит правильно. Так же плагин позволяет нам немножко поиграться с настройками диафрагмы. Для этого в списке Show вместо Normal Blur необходимо выбрать Irish, и мы увидим, как выглядит наша диафрагма. В данный момент она абсолютно круглая, но мы можем сделать ее, например, семилепестковой. Уберем Round Faces до нуля и получим вот такую вот картинку. Если мы теперь перейдем в Normal Blur, мы увидим, что наше размытие немножко поменялось, поскольку от формы диафрагмы, собственно, зависит боке и зависит размытие заднего плана картинки. В принципе, больше здесь добавить нечего. Это с анимацией и с видеопроцедура происходит точно так же, как и со статичной картинкой. То есть в Cinema 4D вы вместо формата JPEG выставляете формат Move или формат AVI или JPEG Sequence, как вам удобно, и получаете в этих форматах точно такую же маску, которую используете потом в After Effects. Ну вот, в принципе, и все. Надеюсь, что это было вам полезно. Всего доброго и до следующих встреч в новых уроках.